всем привет добро пожаловать в аленка блог и прежде всего я бы хотела поблагодарить моих подписчиков за внимание к моему каналу вас уже так много кто-то со мной уже вот с начала моего канала кто-то появляется вот прям каждый день появляются новые новые подписчики мне это так приятно но просто не представляете это такие хорошие добрые эмоции то что вы комментируете то что вы делите своими впечатлениями то что вы рекомендуете там какие-то ароматы это вот но это просто бесценно я я просто в счастье спасибо вам большое это очень приятно это бесценно я в счастье спасибо и про видео про сегодняшнее видео сегодняшнее видео я бы хотела посвятить я не побоюсь этого слова сокровищу сокровищу моего парфюмерного стола сокровищу просто моего парфюмерного шкафа неважно gross miss gross miss это английский парфюмерный дом я являюсь счастливой обладательницей двух ароматов вот они вот такие я пока не буду показывать близко что это за аромат и с чем их едят расскажу чуть-чуть о доме о доме gross miss а в этом парфюмерном доме в 1835 году а джоном gross smith тоже по-русски gross smith gross smith не важно gross smith а и они выпускали ну просто какие-то потрясающие ароматы восточные пряные просто в потрясающе красивых флаконах это было просто высший пилотаж дальше его дело продать продолжил его сын сын уже поднял производство немного на новый уровень он начинает выпускать помимо ароматов банны и принадлежно не банны принадлежности мыло за пенки для ванны крема и этот дом но он просто реально был не просто роскошным это была элита это была элита это были хрустальные флаконы бакара которых выпускались эти ароматы золотым тиснением были выполнены гравировки на упаковках на бумажках то есть это был просто высший пилотаж и дом gross miss был по праву конечно оценен членами королевской семьи королева пользовалась пользовалась ароматами также принц уэльский и другие члены королевской семьи пользуюсь ароматами gross miss и со временем парфюмерный дом gross miss становится официальным поставщиком королевского двора англии дальше со временем он становится официальным поставщиком королевского двора испании и греции представляете как классно но война в европе и естественно это не могло не сказаться послевоенные годы тяжелые много перемен и конечно же людям немножко не до элиты не до элитных ароматов и так далее и так далее и концу двадцатого века дом gross miss к сожалению да уходит в забвение о нем практически забывают и это семейное дело к сожалению прекращается но дальше прямо как кино знаете начинается 2007 году правнук джона гроссмита саймон брукс решил воссоздать дело семейное и кстати молодец мужик и в нему помогает в этом его жена эмилия и вот но это прям отриально кино и когда читала мне вообще думаю какие молодцы и они начинают not просто по всем аукционам ездить искупать старинные ароматы которые еще где-то сохранились реликвии реликвии там музейные своего семейного дома cross miss в надежде воссоздать старинные рецептуры в надежде воссоздать ароматы и вот с этими флаконами которых уже чуть-чуть этого ароматов осталось они едут в грас где профессор оружия дав проводит экспертизу и говорит что да да действительно это высочайшего класса английские духи гроссмис да все так но количество настолько маленькая это ну ну просто вот чуть-чуть что по такому количеству но просто невозможно воссоздать рецептуру невозможно сделать запустить опять производства скажем так они возвращаются в англию и в англии этот точный фильм знаете сериал и в англии его кузен кузен саймона вдруг вспоминает что у него что у него хранятся старые тетради которые потом оказываются дневниками джона гроссмита основателя и в этих тетрадях содержится как раз все рецептуры все формулы все 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 вплоть до эскизов флаконов представляете и саймона своей женой мили и воссоздают марку и сейчас эта марка ну просто вот я не знаю это потрясающе вот кому не лень я оставлю ссылку погуглите это произведение искусства опять они возвращают былые рецептуры они ничего не изменили все вот тоже тоже то же самое они вносят свои уже новый аромат и о ароматах которые у есть из коллекции гроссмит у меня их было три один я подарила но при первой же возможности куплю себе еще потому что я по нему скучаю я по нему очень скучаю у меня было три назывался один значит пхул на на другое хасу но хана и вот третий который я подарила назывался сему семи я напишу напишу внизу точное название значит так начнем с пхул на на вот у меня он в коробке идет другие коробки выкинула выкинула и выкинула вот такая бесподобная красоты коробка вот здесь вот тиснение здесь кросс мисс лондон печать но все очень красиво сделано дико плотный картон приятно держать в руках приятно обладать таким богатством мне нравится значит так и вы поднимаете там наша драгоценная бутылка вот так это выглядит на бархатном постаменте то есть но вы можете вот так ее держать она закрыта от света можете просто вытащить и держать вот так значит так бутылка все 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 еще они выполнены из хрусталя бакара прекрасные прекрасные грани великолепная крышка красивая прекрасная гравировка надпись но это да это произведение искусства на века пронесенные через время я счастлива что они не изменили своим традициям ничего не меняли это бутылка именно вот того дизайна который был в 1835 году и так далее и так далее этот дизайн взят из дневников джона гроссмита то есть нет слов это класс это класс и так аромат пул на на это восточный аромат специевый древесный не древесный немножечко там не слышится какие-то древесные ноты давайте его нанесу мне он нравился одно время очень и очень сильно его активно использовала потом как-то она мне он лучше всего раскрывается летом потому что летом именно я слышу вот этот вот восток вот этот восточный базар вот эти восточные страсти напор вот это вот это я слышу это вот просто взрыв взрыв остроты взрыв жизни жизненных каких-то ярчайших ему эмоций это вот все старт обалденный обалденный и вот летом летом этот старт вот он он будоражит он он просто играет 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 на солнце тепли на от тепла вашей кожи но зимой и когда уже так прохладно ветрено это все уходит немножечко в мыло но на моей коже по крайней мере немножечко в мыло немножечко вот реально в такую английскую чопорную церемонию черепития какого-то накрывается все вот это вот красота вот этого восточного базара немножечко такой пудрой винтажный такой ретро пудрой и я не хочу сказать что мне это очень нравится но это именно когда холодно когда летом он он великолепный этот аромат просто великолепный на лето поэтому я жду лета чтобы выносить хул на на он бесподобен он бесподобен но опять таки я вижу его таких уже ну не знаю ну женщинах ну не молодые девчонки короче не 20 лет не 20 лет может быть даже не 25 потому что он да он реально отсылает нас в какие-то такие те те времена мне очень нравится я балдею я балдею я его ношу с удовольствием с гордостью у меня вообще не отпугивает никогда не отпугивал ну наверное в 20 лет я бы конечно бы его и не поняла бы и не одела но сейчас это кайф это кайф так что или и восточных ароматов но именно наверное на жару ну попробуйте у всех по-разному у меня вот и он именно на жару идет очень хорошо ладно следующий аромат хасу но хана как вы видите он мой любимый он мой любимый это шипр это шипр в самом лучшем понимании ну как я понимаю шипры классический шипр бьющий вас просто сбивающий с ног заряжающий как хороший 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 кофе с утра он просто божественный этот шипр он просто боже он маслянистый он яркий он дерзкий сейчас мы его нанесем на эту руку и будем обонять обонять эту красоту он дико горький вы знаете когда вы только вы нюхаете сразу такая вот нереальная горечь как вот от грейпфрут от самого-самого горького тоже не горе фута вот эти вот апельсины бывают такой сорт апельсинов дико горьких таких красных и бергамот и вот что такое вместе дерево и все это вместе но это потрясающе красиво но очень горько очень очень горько потом это все уходит смягчается он становится более теплым становится более добрый что ли вначале он реально такой колючий злой но прекрасный он прекрасный прекрасный летом зимой вот когда хотите когда хотите его носите он вот он будет просто потрясающий у него потрясающий шлейф потрясающая стойкость вот я прям вижу королеву особенно наверное королеву греции там испании который ходила и вот именно вот пользовалась хасу но хана ну мне так кажется просто английская королева скорее всего пользовалась пхунана не знаю потому что это конечно это страсть это эмоция это вот просто такая зверюга он восхитительный если вы любите шипр если вы любите классические шипр потому сейчас днем с огнем не сыскать если вы вдруг наткнетесь вот на это ну мне кажется надо брать с руками ногами потому что он будет вас неимоверно радовать неимоверно радовать в любое время года в любое время суток я могу и утром и днем и вечером его наносить и это будет просто как тыщ как заряд бесподобный хасу но хана великолепный аромат и так гроссмис лондон два аромата ура я смотрела на их сайте хотела честно говоря заказать себе еще ароматы этой марки но они к сожалению не высылают в австралию так что теперь будем ждать когда если вдруг поеду в англию в лондон и куплю себе их хотя надо еще погуглить может быть еще какие то есть возможности их достать я надеюсь вам понравилось немножко так сбивчиво знаете очень сложно говорить о таких ароматах с такой богатой яркой историей очень ярким и сложным содержимым сложно их описывать их сложно описывать потому что да они ароматы легенда все на этом все я надеюсь вам понравилось с вами была аленка блог всем пока чау-чау пока